Партия «Зеленые» определилась с кандидатами в депутаты законодательного собрания Севастополя 2-го созыва. Список утвержден в понедельник, 1 июля городской избирательной комиссии. Так, от регионального отделения российской экологической партии «Зеленые» на выборы выдвинуты 15 кандидатов. Заверить городской список кандидатов в составе 15 человек в соответствии с приложением к постановлению. Выдать уполномоченному представителю копию заверенного списка кандидатов. Направить представленные избирательным объединением сведения о лицах, включенных в список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки достоверности представленных сведений. Единогласным решением члены местного избиркома утвердили и эмблему регионального отделения партии для ее использования на выборах. Дальнейшие действия региональной ячейки «Зеленых» прокомментировал в открывшемся на проспекте Нахимова пресс-центре «Севастополь» Вячеслав Горелов. Он возглавляет список партий на предстоящих выборах. Впереди одна из главных процедур – сбор подписей. Кроме того, сегодня уже были утверждены уполномоченные от партии «Зеленые» и финансовые уполномоченные. С завтрашнего дня мы уже начинаем работу следующую. Мы получим разрешение на открытие специального счета. Этот счет будет пополнен с необходимой суммы. Завтра мы с этого счета оплатим печать подписных листов. И я надеюсь, что за этот вечер, возможно, во второй половине дня, вот сюда в медиафорум «Севастополь» будут переданы подписные листы за партию «Зеленые». Наверное, со среды. И завтра во второй половине дня уже можно будет оставлять свои подписи в поддержку нашей партии. Кандидат в депутаты законодательного собрания «Севастополя» второго созыва Вячеслав Горелов рассказал, что первую пятерку партийного списка «Зеленых» возглавили известные общественные деятели города. Люди, которые боролись за сохранность наших лесов и культурного наследия. Жанна Сергеев Петрович, член нашего постоянного комитета, депутат законодательного собрания города «Севастополя». Человек, который очень много сделал в рамках работы нашей комиссии, в рамках законодательного собрания. И третий номер списка – это Бондарева Лилия Викторовна. Это наш коллега, которая много работает над проблемами экологии в городе «Севастополе». И именно ей мы обязаны, кстати, экологическими обоснованиями для создания многих особо охраняемых природных территорий. Вячеслав Горелов также рассказал, что завершаются последние корректировки предвыборной программы региональной партии «Зеленые». Документ, где указаны лозунги, цели и идеи кандидатов, будет опубликован уже на следующей неделе.